Медицинские работники массово остаются без зарплат или теряют свои рабочие места в связи с понижением в должности и все из-за кризиса, вызванного в том числе коронавирусом. Многие учреждения бросают основные силы на борьбу с объявленной болезнью и при этом прекращают прием плановых больных, а неинфекционные должности закрывают. Соответственно, плановых поступлений денег в больницах нет и в учреждениях решают сокращать стимулирующие выплаты, заставляя сотрудников добровольно или под угрозами переводиться на менее оплачиваемые должности или уходить в неоплачиваемый отпуск. И такая ситуация сейчас по всей стране. Многие медработники остаются практически без средств к существованию и возможности в одиночку отстаивать свои права. Поэтому профсоюзы вынуждены включаться в эту борьбу. Оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения действия Андрей Коновал рассказал накануне ТВ о ситуации и дал свои рекомендации. У нас значительная часть зарплат составляет стимулирующие выплаты, которые зависят от объема свободных средств. А кладами компенсационной выплаты составляют порядка 50-60% в час. Соответственно, им предлагают уйти в такой вот отпуск за свой счет. Или мы вас будем переводить на другую работу. Но никто вам платит тех денег, которые у вас были до этого. У больницы нет денег. Мы сейчас готовим такое обращение от профсоюза к властям, о том, что необходимо ввести изменения в схеме финансирования медицинских учреждений на этот период. Вне зависимости от того, выполнены ли те объемы или нет, которые были запланированы по территориальной программе ОМС. Второе. Необходимо самим сотрудникам четко знать свои трудовые права и настаивать на их исполнении. Принудить к написанию заявления за свой счет никто не имеет права. Очередные отпуска утверждаются еще в предыдущем году. И просто так в это стороннем порядке их извинить никто не может. Не хотите уходить в отпуск неоплачиваемый административно сейчас? Не уходите. Третье. Работодатель имеет право отправить в простой работника. В данном случае здесь нет вины работодателя и нет вины работника. Простой вызвал обеспечивающие от сторон трудовых отношений. В этих условиях оплата простоя составляет две трети от заклада. Если был бы по вине работодателя, тогда составлял бы две трети от зарплаты. Речь идет как раз о карантинных мероприятиях, прижиме самоизоляции, повышенной готовности к эпидемии. Поэтому тут надо достаивать на том, чтобы работодатель отправил их в простой на дом. Оптимизация, по сути, узаконенное закрытие и обворовывание медучреждений приводит к тому, что санитарок переводят в уборщицы. Коронавирус и тут внес свои коррективы. Теперь руководство медучреждений начали отправлять таких санитарок-уборщиц работать в инфекционные отделения, где те контактируют непосредственно с больными коронавирусом. Но зарплату им по-прежнему платят, как уборщицам. Во-первых, в Трудовом кодексе 10 соответствующая статья 72.2 о том, что работодатель может перевести работника в связи с эпидемией или с угрозой жизни человеку перевод работника, если его согласен на срок до одного месяца, обратить внимание, только до одного месяца. Они обусловлены трудовым договором работы у того же работодателя. Еще раз тоже подчеркиваю, у того же работодателя. То есть, если вас пытаются перевести в другое юрлицо, это незаконно. То есть, во-первых, перевод должен быть осуществлен на такую должность, которая предполагает, что на этой должности этот работник будет предотвращать указанные проблемы, да, угрозы жизни населению. Второе, хорошо это или плохо, но в правоохранения ввели сами юридически жесткие ограничения на оказание медицинской помощи без наличия соответствующего сертификата. Извариант того, что медицинские работники окончили лечебное дело, и там они обладают какими-то знаниями по поводу инфекционных вещей, но сертификат должен быть. Если вы не пульмонолог, вы не можете работать инфекционистом или пульмонологом. Если вы не имеете сертификата санитарки, вас не могут перевести на работу санитаркой. Соответственно, тут тоже это такое серьезное ограничение, которое можно, если уходник не согласен, он может этим апеллировать. А тем временем центральные СМИ продолжают называть ситуацию оплачиваемым выходным. Продолжают не замечать проблем с зарплатами, продолжают не замечать проблем оптимизации здравоохранения. Что ж, видимо, ждут, пока о ситуации не заговорят на самом верху, пока не станет слишком поздно. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.